В полном разгаре. И хочу сказать вообще общую идею данного клубного дня. То есть клубный день проводится еженедельно, каждую субботу в 10 часов утра. Больше года мы этот клубный день проводим под этой общей идеей. И этот день специально для того, чтобы мы могли разобраться с некоторыми аспектами трейдинга, то есть с теми мифами, которые существуют на финансовых рынках, с той реальностью, с которой сталкивается рано или поздно любой начинающий трейдер. Наверное, кто интересуется, к примеру, торговлей на рынке Форекс, задают много вопросов. Типа можно ли заработать? Или кто-то говорит Форекс, там это все не подходит абсолютно для того, чтобы зарабатывать. И вот с этими моментами мы как раз стараемся разобраться. Поэтому данный клубный день в первую очередь предназначен для тех, кто становится на профессиональной рельсе, то есть хочет все-таки освоить трейдинг в более-менее полном объеме. И вот те вопросы, которые возникают, эти вопросы мы и обсуждаем. Поэтому если вы первый раз присутствуете на этом клубном дне, у вас есть вопросы, вот то самое время, когда вы можете задавать их, можно свободно вне каких-то общих тем пообщаться, поговорить. И я постараюсь довести до вас, к примеру, свое личное мнение о том или ином аспекте трейдинга. И еще один маленький момент. Вот моя просьба, просьба, здравствуйте, Джейхун, здравствуйте, Василий, Анатолий, ну вот все, кто присутствует, уже старожилы начинают подтягиваться к клубному дню. Давайте поговорим, точнее говоря, так, я вот всех, кого я вижу, многих уже знаю, встречаюсь не с первый день, с кем-то переписываемся, общаемся во время других семинаров, кого-то видел лично, кого-то никогда не увижу. Поэтому моя просьба, особенно если ваша фамилия пишется как-то вот сложно, ну, к примеру, вот Исаев Джейхун, то есть я-то не с первого раза даже прочел, как пишется его имя. Поэтому самый лучший вариант, ну, к примеру, если ваша фамилия легко пишется, то никаких проблем. Но, тем не менее, я бы рекомендовал сделать вам, ну, вот представиться в чат вот таким образом, как это сделаю я. К примеру, это займет очень немного времени. Напишите, сколько вам, к примеру, полных лет. Мне вот скоро день рождения, в принципе, могу уже написать, что мне 44. Ну и через слэш, сколько времени, скажем, вы занимаетесь трейзингом или связаны с финансовыми рынками. Ну, к примеру, у некоторых, то есть Александр Сухачев уже более пяти лет торгует, Джейхун, там торгует около года. Многих знаю, с кем-то общаемся постоянно. Вот моя рекомендация сделайте, вот типа того, что сделал я. Мне будет, по крайней мере, проще общаться, то есть видеть, как, не без ошибок я назову вас по имени и по фамилии. Ну и, соответственно, буду примерно представлять, вот какой ваш биологический возраст и какова ваша практика. То есть, потому, точнее говоря, так, новичок, ему информацию нужно подавать как-то более просто, то есть более наглядно. На примерах для опытных трейдеров, к примеру, там, Александр Сухачев, вот он присутствует в чате, пожалуйста, там можете совершенно спокойно задавать этому человеку вопрос, он компетентен, по примеру, на уровне меня. Поэтому любой трейдер, у которого так или иначе стаж больше пяти лет, является для меня опытным трейдером, я его, там, не считаю, что я со своим 15-летним опытом умнее, чем вот в данном случае этот трейдер. Мастерство здесь набирается где-то на пятый год. Поэтому, вот примерно так. Ларичев Анатолий, в какое время что произошло, думаю, только статистика, статистика. Гриднев Евгений, значит, вот вы тоже, с моей точки зрения, вы вполне профессионально подготовленный трейдер. И поэтому я прошу, если будут какие-то вопросы задаваться в чат, я, может быть, что-то рассказываю, вот смело можете послушать мнение тех, кто является на рынке, уже имеет хороший стаж, там, больше 4, пусть будет 5 лет на рынке, то есть их мнение, то есть уже оно, в принципе, совпадает с моим. И там я только могу сказать, да, вот, скорее всего, именно этот момент был подписан правильно. Поэтому, ну вот, Василий, можем сказать, что вы такой продвинутый трейдер, там, все остальные, соответственно, в какое-то время имеют какой-то практический стаж. Все, давайте поговорим. Тем не менее, вот маленькое вступительное слово я сделал. Вот с кем-то, вот, может, будем общаться, с кем-то уже, кому-то будет впоследствии скучно общаться по этой теме. Ну, в общем, здесь каждый должен найти то, что ему полезно, взять полезное, и, в общем-то, жить с этим полезным. Итак, давайте скажу, о чем сегодня я хочу поговорить. Если у вас есть какие-то вопросы, о которых мы могли бы поговорить, давайте, задавайте эту тему. Но вот сегодня я решил посвятить этот клубный день, так или иначе, графическому анализу, потому что мне отвечу, да, Василий, я на ваш вопрос тоже отвечу, причем отвечу с практической точки зрения. Давайте отвечу и на ваш вопрос. Давайте начнем. И буду совмещать ваши вопросы с тем материалом, который я сегодня подготовил. Мне пришло письмо на этой неделе, очередное письмо на этой неделе, которое мне показалось интересно. Ну, отпущу там всякую лирику. Расскажу, перейду к сути. Так, торгую по безиндикаторной системе внутри дня. То есть в данном случае трейдер описывает свою систему. Он не использует индикаторы, использует, я так понимаю, классические принципы классического графического анализа, price action, то есть ценовые модели, паттерны, вот так или иначе. Это можно все отнести к одному виду технического анализа. Основываясь, ну, читаю, как написано было. Основываясь на фазах накопления, распределения и движения цены на поддержки и сопротивления, пробитиях и отскоках, пытаюсь анализировать рынок, смотреть, где заходят и выходят люди и где будут ставить свои стопы. Ну, опять же, как-то частично вопрос Василия уже здесь затронут. Но успешно торговать все равно у меня не получается. Получается, я знаю, что что-то не знаю. Как понять, когда цена подходит к поддержке и сопротивлению, будет отскок или пробой уровня. Часто вижу такую ситуацию, что цена отскакивает немного от поддержки и тут же ее пробивает. Не знаю, что делать, в чем моя ошибка. Давайте поговорим немножечко о классическом анализе. И вот из того, что написано, ну, как вот я читал, точно так же даже пытался немножко сглаживать те ошибки грамматические, которые случаются. Мой совет вообще, то есть когда Вы задаете какой-то вопрос, или в чате даже возникает такой вопрос, старайтесь, я даже, может, переспрашиваю. Вы как-то более детализировано, более конкретно опишите ту или иную ситуацию. Потому что иногда даже поток мыслей, который Вам кажется логичным, а потом читаете, какая-то ерунда. Ну, подведу итог. То есть трейдер торгует интродэй внутри дня, утром в деньгах, вечером в деньгах. То есть это краткосрочная торговля. Поэтому, скорее всего, трейдер использует короткие временные интервалы. Давайте-ка мы сейчас все закроем. Закроем, откроем какую-нибудь валютную пару. Вот возьмем евро-бакс. То есть трейдер так или иначе использует уровни поддержки, уровни сопротивления для принятия тех или иных торговых решений. Давайте я пока отключим. Давайте постараюсь немножко показать ту идею, которую, скорее всего, использует трейдер. Понятно, что у него там в голове какие-то свои мысли, но я рассматриваю следующее. Вот, к примеру, какой-то уровень. Цена выходит за уровень, трейдер открывает позицию. Цена пробивает какой-нибудь другой уровень. К примеру, уходит вверх. Трейдер входит в сделку на покупку. То есть пытается торговать горизонтальные уровни. То есть там, где у нас формируются уровни поддержки, уровни сопротивления. И вот конкретно то письмо, которое прислал человек, в данном случае данный трейдер, вот часто у него возникает вопрос вот по этой модели. Вот сейчас эту модель мы будем… Да, ну это вот такая фишка. Я взял, поставил веб-камеру, подсоединил и думаю, что отлично получается. Потому что, да, находишься за экраном, тоже как чувствуешь себя непонятно, дураком. А здесь вот смотришь одновременно. И вот эту модель, кстати, он прислал скриншот. Давайте мы откроем этот скриншот. Вот он. Так, сначала посмотрим вот этот скриншот. Ну, фактически идея, вот, когда цена подходит к уровню поддержки или сопротивления, все правила соблюдены. Вот я не понимаю, какие правила соблюдены. Как понять, пробьет или отскочит? Ну, я понимаю, вот этот паттерн дошла до какого-то определенного уровня. Произошел откат, какая-то коррекция. Вы понимаете, что здесь вот то, что вкладывал в эту идею данный трейдер, данный трейдер, все-таки он оценивает краткосрочные паттерны. То есть, пятиминутные. Это следует из того, что он открывает торговую позицию внутри дня. То есть, это не позиционная торговля. Дальше. То есть, он считает, что вот этот уровень по какой-либо причине, наверное, не должен быть пробит. Цена должна отскочить. Дальше. То есть, тем не менее, у нас есть следующее ценовое движение и откат. И вот трейдер всегда думает, вот что делать именно в этот конкретный момент. Цена пойдет вверх или вниз. Вроде бы все правила соблюдены. Но я могу сказать так, что по большому счету на рынке никаких правил нет. То есть, это правила, которые вы для себя отметили, они выражены в правилах, то есть, вследствие наблюдений трейдеров за рынком. И обычно говорят, вот обычно бывает так. Могу сказать, что в любой конкретный момент здесь действуют и покупатели, и продавцы. Вопрос, кто будет сильнее. Да, цена сама по себе непредсказуема. Вот какую лично я вот здесь в данном случае проблему вижу сейчас, ну в данном случае этого трейдера. Он пытается как-то спрогнозировать движение цены, спрогнозировать на коротких временных интервалах. Я могу сказать, что вот здесь, вот в этот любой конкретный момент, даже какая-то случайность может повлиять на поведение цены в краткосрочном временном интервале. Даже трейдер послучайно нажал кнопку, купил, продал, а другие трейдеры видят эти движения и естественно начинают подстраиваться под движения. Поэтому говорить о том, что куда она пойдет, я бы вот даже не стал браться за прогноз на таких коротких временных интервалах. Давайте попробуем вот этот паттерн рассмотреть на вот этой ситуации. Есть какой-то максимум, вот давайте с точки зрения графического анализа. То есть что можно сделать, как можно эту проблему решить. То есть фактически вот плюс для трейдера, то что мы видим, как ситуация развивается, мы видим вживую, сейчас вот уже суббота. Как вам можно поработать, как можно научиться торговать, оценивать те или иные уровни. По крайней мере это я уже рассказывал, давайте повторю. Здесь есть в торговом терминале для практики, для вашей личной практики в разделе графики есть специальная обученная кнопка. Она называется шаг за шагом. Настроить ее можно следующим образом. Она, если у вас скрыта здесь, вы ее сюда выстраиваете, вот находится. Она называется шаг за шагом. То есть прокрутка графика шаг за шагом. Давайте вот этот вот паттерн, который впоследствии вот он реализовался в продолжении тенденции, возможно, на новостях, мы сейчас попытаемся обработать. Действительно, самое главное, то, что мы можем мнемонически, то есть голосом подтверждать то, что мы видим, и для тренировки это будет очень неплохо. Отключаете автопрокрутку, к примеру, смещение графики и отматываем вот сюда. Давайте начнем. Учебное, такое маленькое учебное тренировочное задание, когда трейдер не знает, что ему делать. Бывают такие моменты, что действительно не знаешь, что происходит. Вот эта ситуация понятна вам или нет? Я бы сказал, что мне в общем ситуация рисуется как некий боковой тренд. Здесь в какой-то конкретный последний момент есть некие признаки восходящей тенденции. Раз, два, три. Здесь есть те же самые признаки какого-то непонятного, то ли зарождающегося тренда, может быть обычной боковой тенденции. Давайте удалим это все. Если у вас есть такая возможность, прочерчивайте трендовую линию, уровень поддержки. Даже сделаю сейчас временно это как луч, чтобы мы понимали, вот куда-то там этот луч у нас ушел. И дальше шаг за шагом начинаем прокручивать ситуацию. Вот ситуация развивается в рамках вот этой тенденции, да или нет? Посмотрите, вот здесь вроде бы все идет в нужном для трейдера направлении. Смотрим дальше. Тенденция откачила от этого уровня. Кстати, мы его, как вы видите, не видели еще несколько тиков назад. Вот произошло ускорение. То есть яркий, сильный, мощный пробой вот этого ценового канала. Дальше смотрим за ситуацией. Точно таким же образом анализируем. Здесь вот эту линию тренда мы и не будем прочерчивать, потому что только очередной максимум пробитый нам подскажет, что вот этот уровень для нас является ориентиром. То есть вот через эти две точки мы и прочертим новый тренд. То есть этот я прямо уберу, потому что... Смотрим дальше ситуацию. У нас тенденция развивается. И вот эта ситуация, пробой, да, этого канала. Я лишние линии буду удалять, чтобы они не мешали. Вот тоже так рекомендую. Смотрите, вы смотрите за ситуацией и видите, вот что произошло в какой-то конкретной момент. Голосом даже говорить. А, вот здесь, да, у нас пробит канал. Очередной новый, очень серьезный максимум по отношению ко всем этим предыдущим уровням. Что у нас дальше здесь хорошего, интересного? Вот это я уже тоже озвучиваю. Когда вот начинаются такие сильные, мощные ценовые движения... А, в окошке, давайте, сейчас я сделаю, сделаю, смещение графика. Так, наверное, сделать надо будет. Все равно не видно, да? Так, я просто сокрою сейчас экраны все. Интересный момент. Вот трейдеры нарабатывают свое мастерство в виде одни и те же ситуации. Да, наверное, так и сделаем. Левый, нижний, да. Вот будем пробовать, постараюсь. Я боюсь сейчас что-нибудь сломать. Давайте попробуем несколько секундочек. Действительно, подождите. Нет, не получится. Давайте я попрошу в следующий раз более опытных людей. Да, действительно, в левый и нижний угол будет, наверное, более грамотно. Так, смотрим. Вот мы должны для тренировки, для того, чтобы научиться, мы просматриваем ситуацию и видим, что вот появилось несколько длинных, мощных, сильных движений. То есть, как правило, это, возможно, новостные события, возможно, это просто какая-то компания или какой-то банк решил, вот срочно ему надо купить евро. И вот они эту сделку совершили. Хочу маленькое правило, которое выработано не только лично мной, а лично для себя. Огромное количество раз я попадал в эту ситуацию. Попытка входа на сильных, на мощных ценовых движениях. Если это событие действительно фундаментальное, то, возможно, да, это будет разумно. Но чаще всего, когда трейдер не знает, что происходит, я вот лично для себя выработал это правило и услышал его впоследствии от других трейдеров, что на сильных вот таких импульсных движениях в сделку не входят, а выходят. То есть, если у вас где-то открыта торговая позиция, вы ее здесь на этих импульсах фиксируете. То есть, берете прибыль. О! Берете прибыль. Дальше вот смотрим. То есть, многие трейдеры, что будут делать новичок, особенно я бы сказал, вот так. Бывает, что вот на этом уровне как раз и открывается торговая позиция, вход в сделку. И вот дальше смотрим. То есть, вроде кажется, все логично. Вот давайте смотрим, что там будет происходить. После сильного движения откат, и вот уже сердце ёкает. Трейдер начинает размышлять следующим образом. Зачем я вошел здесь, можно было бы войти на откате. Ну а мысль такая же. Не успею, не успею, я боюсь опоздать, буду сидеть, ничего не заработаю. Дальше давайте смотрим. Точно таким же образом здесь трейдер пересидел откат. И вот появляются признаки, пусть будет краткосрочного разворота. Страх, жадность, ну естественно. Тем не менее, решение-то в любом случае нужно будет принимать. То есть, здесь вот в этот момент, когда формируется такая интересная разворотная свеча, то есть, часто она бывает, называется пин-бар, маленькое тело, длинный хвост в сторону основной вот этой глобальной быстрой тенденции. То есть, это говорит о том, что здесь начинает какой-то участник фиксировать свои результаты. То есть, здесь фиксируется сделка, то есть, начинается продажа. Пусть они будут не какие-то краткосрочные, кто-то заработал на этом движении. Вот здесь произошла фиксация результата. То есть, рынок не растет, начинает откатываться и начинается откатное движение. Сейчас я переключусь на камеру, на большую камеру и хочу вот описать этот паттерн, эту модель и пояснить, что там происходит. Вообще, как происходит сделка и почему вот такой откат начинается. Здесь есть элемент стадного инстинкта и такая торговая тактика, такая торговая стратегия называется фронт ран. Фронт ран можете найти в интернет. Я вам покажу сначала, расскажу вообще о том, что фронт ран вот так пишется. Ну, по-русски фронт ран. В гугле, в яндексе находите эти два слова, можете так написать и можете так написать. Все, стираю, надеюсь, записали. Что означает тактика фронт ран? Она считается среди брокеров, среди трейдеров не совсем честной. Это такая как бы условно-мошенническая схема, условно говоря, мошенническая. Заключается она в том, почему она считается мошеннической. Давайте сначала как бы лирическое отступление, а потом расскажу уже технику. Представьте себе, что у нас есть, как раньше торговали. Вот существует брокер. И вот есть его клиент. Это вот как раз времена еще до метатрейдеров, четыре там и всех других торговых систем. То есть как раньше совершали сделки. Клиент крупный, давайте большой, да, напишешь, какой он? Большой крупный клиент с большими деньгами. Он брокеру, он не сам покупает, у него нет терминала метатрейдера. Он не сам покупает, но, скажем, клиент крупный и просит приобрести брокера, то есть трейдеров брокера, приобрести на финансовом рынке какие-то активы. Вот давайте активы. Актив напишу, это может быть валюта, это может быть акция, там или что-то еще. Фьючерсы какие-нибудь на сахар там или что-то еще. Так как клиент крупный и брокер считает, что он что-то знает или он осведомлен, или у него действительно крупная заявка по какой-то определенной цене, то есть сделка должна произойти не по рынку, вот как покупая, пока не купишь, а по какой-то определенной цене. Что делает брокер? У брокера тоже есть свои деньги. Брокер быстренько, быстренько сначала покупает необходимый актив самому себе, а потом, потом выставляет крупную заявку клиента в рынок, лимитированная, вот заявка, ордер, ордер лимитированный, и он очень большой, как вы понимаете, вот он очень большой. Что будут делать те небольшие мелкие трейдеры, которые увидят, что в очереди заявок появилась заявка, ну, к примеру, превышающая обычные стандартные лоты в несколько раз. Ну вот очередь заявок на продажу давайте нарисую. Цена 1, цена 2, цена 3, цена 4, а вот здесь стоят объемы. Это цена, прайс. Покупатели стоят точно так же по ценам. Тут, конечно, не совсем, наверное, корректно написал. Значит, не так цена 10, 15, 20, 25, а вниз стоят 8, 6 цены, 4 и так далее. Это цены. А вот здесь количество контрактов. К примеру, здесь стоит 10 контрактов на продажу, здесь 5, здесь 3, здесь 100 контрактов. Здесь та же самая картина. Один контракт, 10 контрактов, 5 и так далее. То есть разное количество заявок стоит в очереди. Все ждут своими лимитированными заявками исполнения по их цене продажи этого объема или, соответственно, этот объем хочет кто-то купить по цене 8 долларов за актив. Но если вот эта крупная заявка попадает, к примеру, вот сюда, здесь стоит очень крупный лот, вот здесь, и он не уходит, он хочет купить, он готов купить по этой котировке, что будут делать те трейдеры, которые увидели, что вот здесь стоит крупный покупатель? Дураков не будет, самый умный сообразит. Раз здесь крупный покупатель, и он стоит жестко, железобетонно, как вы понимаете, брокер уже купил. Один из трейдеров сообразит, что надо поставить лимитированную заявку по цене 9 и купить, к примеру, объем 10 контрактов. Ну, у него столько денег хватает. Наверное, догадались. Один подставился, то есть очередь начинает смещаться в эту сторону. Другой, более ушлый, понимает, что в крайнем случае я в случае ошибки продам вот по этому объему, покупает по цене 10, 10 контрактов. Кто-то видит, что тоже крупный объем стоит, покупает по цене 15, 5 контрактов, 20. И это все двигается в очень быстром темпе, люди подставляют свои заявки на покупку по более высоким ценам. И, в общем-то, вы видите, краткосрочно у нас получается вот такой взлет. Это называется фронт-ран, бежать спереди вот этого большого объема. Вот эта практика была, применялась, она считается, ну, как сказать, нечестной или, так сказать, читерства для трейдеров, для брокеров. Но это все вот начало, конец 90, да, это 90-х, 90-е годы, 80-е годы, сейчас, может быть, и это тоже присутствует. Могу сказать, я застал это в периоде, наверное, уже угасания. Почему? Сейчас торговые терминалы, то есть каждый может сам ставить свои заявки. То есть крупные, конечно, трейдеры торгуют, у них там своя, собственно, как бы свадьба, у них там свои, собственно, подходы. Есть темные пулы, дарк пулы, режим переговорных сделок, когда мы можем заключить сделку в торговом терминале, но нас вообще никто не видит. Это личная сделка моя, там, и какого-нибудь другого трейдера. Все это присутствует и в настоящий момент. А теперь давайте поговорим вот то, что происходит здесь, в этот момент на графике. Вот то, что мы здесь видим. Вот эта ситуация. В этой ситуации у нас есть сильное, мощное ценовое движение. Как вы понимаете, то есть здесь кто-то забрал заявки. Заявки собрали, вот эта длинная белая свеча, она сформировалась. Длинный бар. То есть были исполнены заявки продавцов по более высоким ценам. И вот здесь, возможно, точнее, так обычно и происходит, ставится крупный лот. Лот там большой, нулей много рисую, который пройти вот очень сложно. Много мелких покупателей, относительно мелких. Они пока это будут раскупать, этот товарищ распродаст все. А вот более ушлые трейдеры, которые уже заработали на этом движении, они начинают выставлять свои заявки. То есть по какой-то определенной цене, ну пусть будет там 1.06, 0.65, 1.064, кто-то начнет ставить свои заявки. А кто-то начнет продавать по рынку. Потому что крупный объем нужно быстренько продать. И вот у нас формируется вот действительно такой мощный разворотный бар, который может показать, что да, здесь появился крупный продавец. Он начинает давить на цену и нужно быстренько бежать перед ним. Это вот в техническом плане тоже фронтран. То есть кто-то продает и что получается? Лавинообразное движение. То есть трейдеры начинают присоединяться к этому движению. Во-первых, краткосрочно хочу быстро заработать. И что хорошо, вот для этого крупного объема, который стоит, для этих трейдеров. Если снизу появится наоборот крупный покупатель, новый кто-то выставит здесь крупную заявку, тоже там лот по какой-нибудь цене 1.06, он выставит тоже огромнейшую заявку. То здесь все увидят, что здесь стоит крупный покупатель, маркетмейкер может быть. И естественно начнут ставить свои заявки и цена будет двигаться вверх. Вот фактически как реализуется фронтран, почему формируются такие вот разворотные фигуры, разворотные сильные движения. То есть желание бежать впереди паровоза. И вот дальше смотрим. Возможно, возможно вот эта ситуация разворотная. То есть появился крутый продавец и, естественно, быстренько, чит на бессмертие. О, мандат у ФРС, наверное, такой есть. Все, дальше у нас происходит откат. Вот мы листаем дальше, смотрим. Здесь у нас до какого-то момента, вот краткосрочные силы иссякли. Возможно, на этом уровне у нас как раз сформировалась некая поддержка. Здесь мы вошли, откатило к этому уровню. Возможно, тенденция будет продолжаться. То есть продолжение восходящей тенденции. Смотрим дальше, вот так же листаем. И видимо опять у нас здесь опять появляется или так же остался крупный объем. Вот что же может сделать крупный трейдер? Он может снять свою заявку, пугнуть для того, чтобы здесь поставить свой объем на покупку. Потому что стадный инстинкт мелких трейдеров гонят либо в ту, либо в другую сторону. Либо он серьезно стоит и пока его не раскупят, цена не пройдет. И вот здесь опять начинается фронтран. Фронтран я уже в техническом плане говорю. То есть появляются более мелкие заявки трейдеров, которые бегут перед относительно крупными объемами. Вот сейчас этим занимаются роботы. Вот раньше нужно было делать руками. В настоящий момент такую работу можно даже реализовать с помощью аппаратных средств. То есть никаких сложностей это не создает. К примеру, появился крупный объем и робот ставит перед этим объемом какие-то заявки. Таких хитрых умных трейдеров, которые хотят зарабатывать и бежать впереди крупной заявки. В общем, это все уже реализовано еще лет, не знаю, 7 назад. Все, надо сказать, что дальше у нас что происходит. Рынок остановился на каком-то одном конкретном уровне. То есть здесь видно, существуют покупатели, либо силы продавцов краткосрочные иссякли. У рынка очень короткая память. И вот у нас появился некий, некое флетовое движение. Дальше также смотрим. Попытка пробоя этого уровня. Крупный участник, возможно, выставил свою заявку. Рынок продолжает двигаться. Либо на новостях. И все-таки на каком-то уровне крупная заявка. Либо здесь заявка ушла, либо она исполнена была, либо ее сняли. Либо появились какие-то новости. Крупный участник переставил свою заявку выше. Зачем продавать сейчас, когда можно продать дороже. То есть мозг этого трейдера лезть не буду. Просто констатирую факт. Здесь на большом сильном объеме, либо крупный участник купил по рынку необходимый объем. Либо участники, продавцы просто отошли в сторону. И так и так доказать, что произошло практически невозможно. Дальше у нас все это формируется в рамках, кстати, вот этой восходящей тенденции. Но ее нужно немножко подкорректировать. То есть получается, что у нас отсюда у нас начинается новая тенденция, новый максимум. И здесь мы прочерчиваем новую трендовую линию. Дальше смотрим, что у нас происходит. Что у нас происходит в рамках вот этой восходящей тенденции. Если мы находимся в восходящей тенденции, где-то она обязательно закончится. Произойдет коррекция, замедление рынка, замедление импульса, либо произойдет некий разворот. Вот эту линию мы можем уже либо убрать, либо сюда ее перевестить. Раз у нас есть признаки разворотной формации. Дальше наблюдаем, как будет развиваться вот это событие. Будет ли оно пробиваться дальше или нет. Все идет у нас до какого-то определенного момента. Вот здесь произошел пробой. Возможно, эта ситуация у нас... Удалю пока. Флет. И точно так же мы ее анализируем. Эта тенденция у нас тоже закончилась. Мы ее пока временно убираем. Не совсем на конца, а просто уберем. Дальше считаем, что вот эта ситуация должна перейти в состояние боковой тенденции, а потом куда-то начать развиваться. Ну вот фактически это конец торговой сессии, рынок остановился. А вот в общем можно для себя сказать, что какая-то недоформировавшаяся разворотная фигура голова и плеч. Если торговая сессия бы не закрылась, то все бы, наверное, могло бы перейти в фазу большой боковой тенденции. Поэтому, если вы вопрос задаете, но опять же из того, что в данном случае я увидел. То есть нужно смотреть за поведением участников вот в этих ключевых точках, кто сильнее. К сожалению, стакан цен вы видеть не можете, но само поведение участников, вот как двигается цена относительно кого-то предыдущего уровня, сильно пробивает вверх или не сильно, топчется около важных уровней. Это может являться той отправной точкой для принятия торговых решений, покупать или продавать. Поэтому, как понять, ответ у меня, наверное, вот такого однозначного нет. Вот здесь пробьет, а здесь отскочит. Нужно смотреть за тем, что происходит в этих ключевых точках. Это нарабатывается вот таким опытом. Ну, нужно понимать, что есть уровни поддержки, они формируются. Так как трейдеры мыслят стадно, то есть если цена откатывает, то почему бы его не прикупить на этом более низком уровне, зачем мне покупать по рынку. Да, я Василий точно скажу, что действительно прям предсказать невозможно. Поэтому, если трейдер торгует интродэй, он должен, а, принять решение, реализовать это решение, но вот с вероятностью получения результата. Прибыль должна быть больше, чем убыток. Та же самая ситуация. Вот очень много ситуаций возникающих вот по подобного рода схемам. Пробой уровня, отбой, а дальше либо тенденция продолжится, либо развернется. С этим тоже ничего не сделать. Вот такие типичные ловушки, которые происходят на рынке, это обычное дело. Особенно во время таких ярких ситуаций флэр. Давайте поищем подобного рода ситуацию. Вот, наверное, более или менее подходящая ситуация. Более или менее подходящая. Хотел вот эту ситуацию рассмотреть. Ну или давайте вот тут тоже не... Это все аномальные ситуации на рынке, связанные с фундаментальными составляющими. Ситуация называется заброс-раздача. Точнее говоря, давайте-ка мы это сделаем из учебного материала. Сейчас покажу. Учебный материал у меня есть. Две секунды, две секунды, две секунды. Да, наверное, здесь ситуации перехода из одного состояния в другое. Да, вот она. Вот тот вопрос, который задает... Естественно, я бы сказал, что это одна из важнейших составляющих успеха. Но игнорировать, скажем, те точки, которые мы выбираем для входа в торговую позицию, абсолютно нельзя. Вот тот вопрос, который был задан во втором, именно в этом слайде. То есть, пример, цена пробила уровень сопротивления, стала уровнем поддержки. Вижу, что цена ушла чуть вверх. Принимаю решение, что это был отскок, захожу в рынок, но цена в этот момент разворачивается, пробивает поддержки. Естественно, вот давайте поговорим об этих ситуациях. Некая тенденция переходит в состояние флэт. Вот из этого диапазона, то есть, любой коридор, цена, между прочим, может выйти, будем говорить, цена, это как живое существо, может выйти разными способами. Первое, вышла новость и, естественно, мощное ценовое движение на этом импульсе, цена вылетела вперед. Точно так же на новости, к примеру, негативные, цена уйдет в обратную сторону. Сильно, быстро из этого состояния. Цена может выйти из диапазона. Участники какие-то, какая-то группа начнет фиксировать свои результаты. Цена откатится до уровня и дальше продолжит свое движение. То есть, такой вот вход и откат. Следующая ситуация, то же самое, только в сторону разворота. Вот одна из, наверное, интересных ситуаций, вот что происходит, это ложный пробой в ту или иную сторону. Такую ситуацию я лично для себя называю, и со своими коллегами, с друзьями. Мы уже как-то привыкли давно говорить про такую ситуацию. Заброс и раздача. Или ложный пробой, вот кто-то называет. Вот такая ситуация. На новости цена выстреливает в одну сторону. Трейлер занимает торговую позицию. Входит на импульсе. Сидит. Цена выходит в небольшой плюс. Но такой достаточный плюс для, скажем, того, чтобы переставить стоп-лосс на уровень без убытка. Вот куда-то сюда переносится стоп. Цена приходит на этот уровень. Трейдер закрывает сделку и видит, что, в общем-то, в обратном направлении самое милое дело. Ну и самое неприятное, пилообразное движение, когда вот что бы трейдер не делал, здесь он будет генерировать себе убытки. Поэтому вот эти ситуации просто нужно для себя расписать. И каждую ситуацию просто проторговать на демо счете, на реальном счете. Отработать вот те подходы к управлению капиталом. Потому что 50 на 50. Какова вероятность попасть в ту или иную ситуацию? Либо попадете, либо не попадете. Вероятность 50%. К примеру, заброс раздачи. Вот типичный заброс раздачи на графике. Флэт до публикации важных новостей. Перед публикацией новостей протоколы ФРС 23.00. Это старый, кстати, график. Очень старый, наверное, 10-й, может, 11-й год. Котировки 1.31. Вот фактическая новость вышла здесь, вот в этот конкретный момент. Но перед появлением новостей рынок вышел на несколько часов, на несколько часов за пределы этой тенденции. Может быть, были слухи о том, что выйдет негативная статистика по американскому доллару. То есть какие-то пробои, потом флэт, потом опять импульс, опять флэт. Все вернулось к публикации новостей на предыдущий уровень. И вот вам типичная раздача. То есть здесь сформирована позиция одних участников, а тут они горючими слезами увидели, что все пошло не так. Поэтому ситуация – это обычное дело, это встречается сплошь и рядом. И каждый трейдер, что опытный трейдер, что частный трейдер, они всегда находятся в абсолютно одинаковых условиях, в полном неведении. Какая новость выйдет, можно даже, будучи профессиональным трейдером, ошибаться. Вот такой момент я бы хотел отметить для тех трейдеров, которые торгуют пробои уровней вверх-вниз. Есть ложные заскоки, никуда без них, от них никуда не деться. Еще один вопрос, который был задан во время семинара, не помню какая тема, по-моему, законы финансовых рынков. Я говорил о том, что, скажем, если на рынке существует флет, то там участники, покупатели, продавцы стоят и ждут. И вот кто-то в качестве ремарки написал следующее. Ну вот флет, тут же зарабатывают и быки, и медведи. А я хочу сказать, что в состоянии флет не зарабатывает абсолютно никто. Это нам кажется, что вроде бы можно заработать. Давайте я перейду вот сейчас как раз на рисунки. То есть логика, логика, вот я, кстати, тоже делал такой вывод в начале. К примеру, есть у нас боковая тенденция. Силы быков и медведей примерно равны. Вот когда какой-то трейдер говорит, ну тут же как же, тут же вот всем, все же находятся в плюсе. То есть быки зарабатывают, медведи зарабатывают. А я утверждаю, что здесь никто не зарабатывает. Представим себе, что вы какой-то ушлый трейдер, нашли точку входа и выкупили. Будем представим, что количество участников ограничено. Соответственно, если вы купили, то вам кто-то продал. Смотрим дальше. Вы говорите, ну как же, вот я как бык, я заработал, я вот здесь продал. Хорошо. Если вы здесь заработали, то, соответственно, кто-то здесь, как вы понимаете, купил. Он был вынужден купить по какой-либо причине. Представим себе, что вы здесь оказались настолько умными, что и вы здесь продали и снова здесь купили. То есть вы были и быком, и медведем, и в обоих сделках, и в эту сторону заработали, и в эту сторону заработали. Кто-то здесь проиграл, соответственно, он продал. То есть получается, один участник как-то выиграет, а вот другой такой вечный лузер, он во всех сделках теряет деньги. Как уже сказал, представьте себе дальше, что у нас больше новостей на рынке не будет. На рынке не будет. Что будет происходить? То есть те, кто считает себя обманутыми, то есть у них будет с одной стороны падать покупательная там или способность к продаже, то есть его денег будет становиться меньше, 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 и, в общем-то, они будут потихонечку впадать в апатию. Почему? Во-первых, а, с одной стороны, покупательная способность у них понижается. Во-вторых, желание совершать сделки, ну, если у нас нет успеха, естественно, у них будет тоже падать. Ну, могу сказать, что вы можете оказаться в любой, в этих группах, в любой из этих групп. То есть, конечно, кто-то будет рассказывать, я вот там на боковике зарабатываю. Могу сказать, что так как здесь роли меняются, а боковик никогда не бывает идеальным, то есть вряд ли вы найдете идеальные точки для входа в каждый раз, то есть рано или поздно в боковике наступит апатия, потому что никаких новостей не происходит. И будет, фактически, можно сказать, если вечный будет рынок боковой без новостей, будет только две котировки, и никаких сделок вообще не будет. Продавцы поставят свои цены, покупатели поставят свои цены, а вот дураков заключать сделку вообще не будет. То есть, вот рынок превратится в прямую идеальную линию. Это к вопросу о том, что происходит в боковике. Ну, в этот момент, как вы понимаете, все-таки на рынке есть новости, есть слухи, есть те события, которые будут происходить в будущем. Естественно, трейдер что делает? Пытается действовать на опережение, выстраивает торговую идею, торговый план. И боковая тенденция, она как раз интересна для тех трейдеров, которые аккумулируют, то есть накапливают здесь свои торговые позиции. Кто-то покупает, кто-то продает, но каждый действует в интересах вот этой будущей идеи. Продавец считает, что рынок уйдет сюда, покупатель, аккумулируя актив, считает, что котировки выгодно уйдут вверх. Ну и, в общем-то, вот в рамках этих идей как раз и происходит. Как пружина, рынок сжимается на новостях, рынок разжимается и летит в ту или иную сторону. Вот насчет новостей. Второстепенные и третьи степенные тоже влияние оказывают. Абсолютно все новости так или иначе сказываются на рынке, но участники приняли, к примеру, сведения о какой-то новости, о каком-то событии, но посчитали, я скажу, что в голове это отложилось, но эта новость никак не повлияла на рынок. Вообще может такая быть ситуация без каких-либо проблем. Периодически, скажу так, когда я начинал заниматься, работая на финансовом рынке, вообще был полный зеленый новичок, три недели. Я проводил время, это был только один информационный канал, это заря нашего российского интернет. Был только канал, не канал, а сайт РБК, и я там честно, честно так читал новости, и какая новость выходила, я сразу смотрел, как ведет себя рынок, вот же новость вышла. Там Далин Эрго погасило долги перед РАО и ЕС. О, ты как-то акция должна вырасти. В общем, я к этому делу очень серьезно относился, выписывал эти новости, но они никакого влияния не оказывали, потому что отработаны были уже давным-давно, и важные новости, конечно же, заключаются не в этом. Поэтому, Василий, скажу так, что новости, они откладываются, влияют, но вот их влияние может быть настолько мизерным, что мало кто на них обращает внимание. Я читал в инете, что тейк-профит должен быть в полтора больше стоп-лоса. Василий, вот интересный момент. Вот все об этом говорят, но мне бы хотелось посмотреть, вот если говорить, кто-то утверждает и говорит о том, что тейк-профит должен быть в полтора раза больше стоп-лоса, то есть хотел бы, если человек, тот, который говорит и это утверждает, что оно должно быть всегда так, то я хотел бы посмотреть на его стейк-профит. Точнее говоря, вот есть возможность проанализировать сделки, а сам он способен вообще выдерживать это соотношение. Говорю так, что да, конечно, при планировании сделки вы должны видеть идею, что прибыль ваша будет очень большой. А вот те затраты, которые вы в худшем случае понесете, должны быть действительно маленькие. Это, наверное, каждый из нас всегда закладывает при планировании, при входе в сделку. Конечно, нужно видеть перспективу этой сделки на серьезное количество пунктов, на какие-то иметь хорошие серьезные цели, но в жизни такого не всегда получается. Вот мы смотрим сейчас результаты работы трейдеров, не у всех так даже получается. В жизни, к примеру, что 2 к 1 или 4 к 1 профит лосс. Хотел бы я посмотреть на этих трейдерах вживую. По факту, все так говорят, но почему-то в жизнь она вносит свои коррективы. Естественно, нужно обязательно оценивать свои разумные силы. То есть, если у вас есть прибыль по сделке, зачем эти деньги терять? К примеру, вот кто-то… Давайте сейчас я эту картинку нарисую. Это я найду специальный слайдик, найду, сделаю для занятий системы тренировки трейдеров. Трейдер поставил профит, и где-то у него стоит лосс. Одна величина, соответственно, здесь пусть будет в 2 раза больше. Видно, наверное, да? Я думаю, что видно. Трейдер вошел в сделку, был небольшой убыток, торговая позиция вышла в плюс, дошла вот практически там до уровня take profit, и дальше начинается откат. Вышла новость, а трейдер вот, не знаю, для себя втемяшил в голову, что вот должно быть так, и все. Вот он не взял какой-то… цена не дошла до его уровня, немножко. И вот он сидит, 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 ему жалко уже взять 2 трети от этой прибыли, половину, то есть половину 50% профита, профита, и даже 30% он взять не в силах, потому что он уже здесь видел, уже деньги, которые мог бы потратить, и здесь вот на этом уровне он сидит и думает, а уж, гори, оно все огнем. И в конце концов, доходит до этого уровня, он и здесь не закрывает сделку, он уже в апатии, это же деньги отняли у него, у него уже расстройство, даже не жадность, а расстройство. Ну и, естественно, сидит, допустим, до стоп-лоза. Вот такая досадная ситуация, ее нужно брать, деньги нужно брать, если вам рынок деньги дает. Интересный момент. Трейдеры торгуют, торгуют, торгуют. Вот когда начинаешь разбираться, то есть вроде бы работал, ничего не заработал, прибыли примерно равны убыткам. Вот как весы давайте сделаем. И нужно понять, что вот эти убытки, ну то, что кто-то смотрит семинар «Секреты тренировки трейдеров», вы видите, что большинство убытков, они сформированы просто какими-то глупыми, досадными, неприятными мелочами. То есть в большинстве случаев трейдеры торгуют либо так, те, кто торгуют некачественно, у них убытков больше, чем профитов. То есть средний убыток больше, чем средняя прибыль. Это все достаточно, не то чтобы легко исправимо, все исправимо. Но вот для того, чтобы избавляться от убытков, вот часто бывает именно такая ситуация, была прибыль, трейдер ее просто не взял. Вот эти убытки могут быть будущими вашими прибылями. Вот именно над этим нужно работать. Я, да, Василий, даже говорю так, деньги в кармане это гораздо лучше, нежели вы будете сидеть и находиться в каких-то мечтах. Все торговые счета, которые мы рассматриваем, ну вот вчера рассматривали 4 торговых счета там, одна и та же, практически одна и та же проблема. То есть каждую сделку, можно делать больше прибыльных сделок, иметь практически каждую неделю реальную прибыль, но многие трейдеры ждут каких-то фантастических результатов и вот ставят своей целью непонятно что. это все исправляется, как говорится, лечится, с опытом приходит именно это понимание. Так, сейчас я. Но моя задача как раз именно на этих моментах сконцентрировать внимание трейдеров. Так, давайте еще один маленький моментик сделаем. Вчера мне во время семинара еще один из трейдеров, кто из зрителей семинара прислал свой логин и пароль. А, Коротов, Роман, да, Роман. Роман, вы где-то здесь, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте ваши сделки сейчас введем, рассмотрим. Здесь он, здесь, да. Роман, давайте я сейчас. Ну вот видите, автоматизация торговли – это великое дело. Василий, я скажу так, что вот работа со скриптами, то есть с оборудованием – это очень серьезное, мощное оружие для трейдера. Успех так или иначе будет зависеть еще и от оборудования. То есть, чтобы вовремя были закрыты выгодные сделки, невыгодные сделки, минимизация с ваших убытков. Итак, давайте рассмотрим трейдера Коротов, Роман. Сейчас мы сделаем… Можете даже посмотреть. 9626988 Пароль прежний QWERTY 1, 1, 2, 3, 4 Сервер… А, сервер. Вот Коротов Роман, к сожалению. Вот видите, вы создали некоторую проблему, но тем не менее мы ее сейчас тоже рассмотрим. Надо будет ввести сервер не DEMO, а DEMO ICN. Остальное все 9626988 Пароль стандартный, QWERTY, 11, 2, 3, 4 Счет DEMO ICN. Вот как раз давайте быстренько просмотрим, какие сильные стороны у трейдера, какие стороны в данном случае слабые. Перейдем. Снова подход, вот то, что мы вчера разбирали. Давайте пробежимся по данному заданию. Повторяться про базовые упражнения я не буду. Итак, посмотрим первым делом, вот можно ли этому трейдеру дать какое-то следующее задание, либо посмотрим на… Первое, что я рекомендую, вот по крайней мере я так делаю всегда. Я беру обычный лист бумаги, то есть у меня нет времени делать какие-то долгосрочно мудреные изыскания, говорить, что вот здесь у вас там все хорошо или все плохо. Моя задача – это цинично просто провести быстрый экспресс-анализ. Я считаю количество совершенных торговых операций. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять сделок совершено всего. И я делаю лист. Вот такой вот. Ну, всем показываю. Всего девять сделок. Из них считаю раз, две, три, четыре сделки в минус, минус четыре ставлю. И следующее считаю раз, два, три, четыре, пять. Соответственно, пять прибыльных сделок. В сумме будет девять. Вот так вот. Дальше. Для того, чтобы анализировать, я переключаюсь на валютные пары, то есть, чтобы можно было анализировать сразу несколько сделок по одной валютной паре. И подключаю индикатор orders on charts. Orders on charts. Сюда его наложим. Все. И дальше начинаю искать нужные сделки. Они будут отмечены цветом. Вот эти сделки. Закроем. Вернемся сюда. И вот мы посмотрим несколько сделок, совершенные в данном случае трейдер. Сделки я делю на безнадежные, небезнадежные, хорошие сделки, сделки с просадкой, глупые сделки и так далее. Давайте посмотрим первое, что мы видим. Так, это еще, это последние сделки. Мы видим, что где-то еще сделки были совершены. Это было 16-го числа. Вот они, вот они, вот они, вот они. А, вебка убрать, давайте уберем. Это уже не нужно. Итак, что мы здесь, вот в данном конкретном случае видим у данного трейдера. То есть какие-то элементы технического анализа, то есть классического графического анализа я могу применять. И мне это подсказывает, помогает увидеть мысль, логику действия трейдера. Так, сейчас сделаем свойства. Уберем луч. Вот здесь возьмем, по крайней мере, предыдущая картина. Тренд восходящий. Мы увидим ускорение тенденции, откат от этой тенденции. Ну и, возможно, логика трейдера заключалась в том, чтобы войти по окончанию этой коррекции. Короткосрочный вход, прибыль взял на уровне практически предыдущего максимума. Хорошая логичная сделка, в принципе, нормальна. Дальше. Вот часто бывают вот такие сделки. Вторая сделка. Вторая сделка. Это сделка, кстати, продажа. Возможно, там была у трейдера мысль торговать разворот по какой-либо причине. Вот, по крайней мере, мне эта сделка в продажу пока ни о чем не говорит. Логика, почему трейдер открылся. Ну, будем считать, что считал, что дальше пробоя не произойдет. Вошел в сделку. Максимальная прибыль по этой торговой позиции была неплоха. 58 пунктов. Возможно, уровень, я вот в данном случае даже буду комментировать на уровне, так сказать, бытового. То есть принял решение, этот трейдер принял решение, оно фактическое. Фактическое, все. Потенциальная прибыль была. Была. То есть тренд не стал развиваться в нужную для трейдера сторону. Скорее всего, новости. Публикация новостей там 17 марта что-то было по данной валютной паре. Рынок отскочил. Трейдер взял те деньги, которые мог взять. Хорошо? Хорошо. Потенциально, думаю, что взять можно было бы до 30% от этого движения. Здесь, наверное, порядка четверти. Неплохая сделка. Не скажу, что она мне не нравится. Нормальная сделка. Потенциально, фактически, здесь 600, получается у нас 60 пунктов, здесь у нас 150. Да, четверть движения зафиксировал нормально. Вовремя зафиксировал, да. Дальше бы что? Счастье было бы у трейдера? Нет никакого счастья. Постанализ нам подсказывает, что немножко счастья было, но потом бы эти деньги опять же отобрали бы и в большой минус бы ушел по отношению к потенциальной прибыли. Так что нормальная сделка, запись, оставляем ее у себя для дальнейшего подведения результата. Следующая сделка. Следующая сделка. Здесь сделка. Ничего с этой сделкой. Это как раз типичная ситуация перед публикацией новостей. 18 число, протоколы ФРС. Трейдер вошел в прибыль небольшую. 170, да. То есть 18 пунктов. Но фактически, то есть находился он в этой торговой позиции. С моей точки зрения, это сделки крайне рисковые. То есть торговать на новостях мало кому удается вообще в перспективе. То есть шанс заработать в этих ситуациях гораздо меньше, нежели получение какой-то, может быть, случайной прибыли. Поэтому сделки фактически можно назвать эмоциональными. Попытка войти от жадности от своей, в виде силы и движения, попытаться как-то заработать. Тут даже на этих кратковременных временных интервалах трейдер зашел, вышел. Роман, я сказал, я бы хотел сказать одну вещь, по крайней мере, я могу опираться на эту статистику. Я пытался всех трейдеров, которые, да, это публикация новостей, протоколы ФРС, 9 часов вечера. Что происходило на протяжении целых двух, даже трех лет. То есть в процессе обучения трейдеров, дневная группа, там, те, кто в три часа ко мне приходит учиться, базовый курс. Я их всех заставлял прям усиленно приходить и там торговать в 16 часов 30 минут, там, публикации новостей. Пейрлзы там по пятницам раз в месяц, по четвергам публикации новостей. По безработице в среду, там, протоколы ФРС в 3 часа, там, в 4 часа, в 6 часов, в 9 часов. То есть я их заставлял специально торговать на новостях. Естественно, это были демо-счета. И, в общем-то, из статистика, наверное, ну, пусть будет 150 или 200 человек. Вот 200 человек. То есть ни один человек из них практически не сказал, что у него получилось заработать. Один человек, он, кстати, интересно, еще и выиграл там у нас здесь ноутбук. Ну, какой-то такой счастливчик, счастливчик трейдер. Вот, ему классически везло. Ну, вот, наверное, это исключение подтверждает правило. Ну, давайте разбьем в качестве статистики, ну, хотя бы 150 человек, которые все, как один, говорят примерно одно и то же. Это не мое. Вот моя рекомендация новости, не отторговывать первую минуту после публикации этой новости, если вы там трейдер интродэй. Ну, и второй момент, не влезать, то есть закрывать торговые позиции, если они у вас профитные, либо с минимальной прибылью, перед публикацией новостей. Ну, фактически эту сделку бы я даже принял, если бы вот вы сказали, что да, я тут открылся, меня выбросило по стопу, я закрыл сделку и больше там не входил. Да, понятно, что там вышло в эту сторону. Могло быть в обратную. И поэтому тот убыток, который трейдер получает, торгует на новостях, он часто бывает таким тяжелым, деморализующим, что выйти из этой ситуации вот просто так не получится. Так что имейте в виду, я просто констатирую факт. Сделка вот эта фактически, будем называть ее безнадежная. Эта сделка, будем считать, тоже фактически, я бы ее тоже записал в минус. В минус, в минус 3 доллара. Давайте оставим пока все как есть. То есть эта сделка безнадежная. Тут, наверное, просто результат везения. То есть в торговле на новостях это, как правило, везение. Не буду комментировать, потому что новостные торги, вот как-то рулетка, русская рулетка, лично для меня, поэтому как-то комментировать и говорить, что да, торгуйте и так дальше, я бы не мог. Давайте новозеландский доллар посмотрим. И начнем листать сюда. Обычно. Тут можно вбить дату, время и быстро находить, но я уже как-то вот так по привычке делаю. Так, новозеландец, здесь две валютные пары, две сделки, вот они, да. Первая минусовая. Минусовая. Небольшой плюс. Вот эту сделку можно записать вне безнадежную. В ней вы находились достаточное количество времени для того подхода, который сейчас используете. Вы находились здесь целый час. Позиция была практически в прибыли, в небольшой прибыли. Ну, фактически был получен убыток. В рамках этого задания вот этой сделки можно было бы избежать, зафиксировав финансовый результат. То есть можно записать ее в плюс, можно оставить здесь. Ну, давайте сделаем как альтернативу. То есть мы ее здесь пишем в одну сделку. Мы просто сейчас сделаем, что плюс один. Итого у вас шесть прибыльных сделок. Причем убыток, да, не очень большой. Доллар. То есть, в принципе, эта сделка системная, нормальная. Ну, вот потенциально можно было бы сэкономить доллар. Дальше. Вот эта сделка. Просадка. Просадка, кстати, не очень большая. Не очень большая. Вообще где-то 10 пунктов. Здесь дальше хороший финансовый результат. И сделка совершена по тренду. Тенденция такая. А это у нас тоже самое. Публикация новостей. И тут вот трейдер открыл другую сделку по евро-баксу. Хороший, нормальный результат. Потенциально хорошая сделка. Ну, фактически, я бы сказал, один момент. Вот в теории можно было бы эту сделку с учетом того, что она очень у вас прибыльная, перенести стоп-лосс на точку безубыточности. В худшем случае ничего не заработать, но и ничего не потерять. С потенциалом движения на новостях заработать. Ну, а в худшем случае, конечно, вы могли бы получить либо стоп, либо там какой-то даже минус с учетом проскальзывания. Ну, это как один из вариантов, альтернативный вариант решения этого результата. То, что закрыта сделка с прибылью до публикации новостей, считаю абсолютно разумным. Здравая, нормальная сделка. Прибыль есть гарантированная. Здесь 50 на 50, причем с какой-то небольшой вероятностью может быть даже минус. А, так, дальше давайте посмотрим. Вот, ну, кому как, видите, тут говорить. Дальше давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Мы смотрим сделки, как вы понимаете, чисто с технической стороны. То есть, именно то, что присуще конкретному трейдеру, как он думает. То есть, способен ли трейдер, результат его случайен или закономерен. И две сделки по канадцу. Это у нас 18 число. Ну, в общем, публикация новостей. Дальше рынок пришел в сильнейшее возбуждение. Продажа. Безнадежная сделка. А вот эта сделка была открыта по тренду, по тенденции. И трейдер получил нормальный результат. Ну, фактически, как уже сказал, что если ваш риск мал, можно переводить позицию без убыток и находиться в торговой позиции, ну, как бы сказать, максимально долго, насколько вам позволяет ваше терпение, смелость и та норма прибыли, которую вы хотите получить. Поэтому тоже нормальные сделки. Поэтому можно сказать, что сделки все совершены волей или менее разумно, благоразумно. Роману могу сказать следующее. Вот этой статистике, как бы не странно, очень мало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять сделок. Для того, чтобы более или менее вменяемую статистику набрать по тому, чтобы выработать какой-то совет или увидеть какие-то закономерности в торговле трейдера, для того, чтобы в дальнейшем увеличивать лотность, для того, чтобы дойти до какого-то предела, который присущ только вам, я рекомендую сделать минимум 30 торговых операций. Поэтому, что я могу сказать. Мы эту вашу торговлю могу рассматривать только в рамках, наверное, вот этого дня, сегодняшнего клубного дня. Если планируете поработать вот в рамках этого же проекта секреты тренировки трейдеров, то нужно будет открыть нормальный счет, имеется в виду не ICN, а именно обычная демо, только для того, чтобы у нас все было единообразно. Иначе кто-то подключиться не может, начинается в чате всякая писанина, что у меня не получается, коннект, я сам тоже здесь первый раз сегодня подключился, думал, что же, почему пароль не принимается. Начал менять сервера и все получилось. Поэтому будет интересно, спишемся, дальше уже будем работать в рамках проекта. К вопросу, к вашему вопросу о том, что а это можно все, а что, Ирина, можно все, да, это можно все. Я не знаю, что вы написали, или это можно всем, или как вы, что за вопрос Мамонтова Ирина, не совсем понятно. Всем, да, пожалуйста, любой, любой может присоединиться, напишите мне письмо на электронку, я сделаю вам демо-счет. Дальше в рамках вот вашей же личной персональной тренировки мы это будем рассматривать в пятницу в 17.00. Василий, по поводу казино, форекс, я хочу сказать следующее. То, что в казино можно заработать много, я с этим совершенно согласен. Нет, не надо присылать торговые счета, вы просто мне пришлите запрос, я вам сделаю торговый счет, сделаю уже все готовым, и вы там уже начинаете работать. Так будет проще для того, чтобы мы могли как-то стандартизированно работать. Иначе получается, вот один открыл такой счет, другой перепутал, третий, просто пишите мне запрос на электронку, я вам отсылаю реквизиты и инструкцию по работе. Задание озвучиваю, которое нужно выполнять на семинаре секреты тренировки трейдера. Сейчас мы рассматриваем это в качестве исключения, потому что после семинара прислал трейдер логин и пароли, вот это я решил сделать, как бы не дожидаясь. По поводу, можно ли много заработать в казино. Конечно, всегда казино славится тем, что рекламируют то, что вот наш клиент сорвал джекпот, заработал и шанс дается всем. Сама статистика казино говорит о том, что выигрывает в этом случае, естественно, организатор. Все остальные получают удовольствие. На форекс. Здесь тоже можно сказать, что зарабатывают не все, но вот управление капиталом, то есть те возможности, которые дает валютный рынок, естественно, тем трейдерам, которые ставят перед собой задачу извлекать прибыль, а не играть, как вот в казино, конечно же, дается такой шанс. Вот мы видим сейчас, видим, что из большинства трейдеров статистический успех есть у многих. У всех есть проблемы, я сразу скажу, с этими проблемами мы будем еще разбираться на следующей неделе, через неделю, на семинаре секреты тренировки трейдера, потому что одной сотой лоты торговать на демо счете это очень легко, а вот когда начнет увеличивать, трейдер начнет увеличивать свои плечи, там уже в определенных случаях никаких шансов выиграть у трейдера, заработать деньги, шансов таких нет. Поэтому могу сказать так, вот наша задача дойти до того разумного предела, потом, по крайней мере, я скажу, что вот все дальше выше, это уже вы сами принимаете осознанный риск, то, что либо я много заработаю, либо буду терять фактически вечно. То есть есть та грань между человеком, который умеет употреблять, к примеру, алкоголь и алкоголиком. То есть тот человек, который уже болен и фактически справиться с своим заболеванием не может. Вот здесь та же самая ситуация. То есть есть какая-то разумная грань, до которой можно прийти и дальше ее просто нужно знать и не переходить. Для одного трейдера это плечи, к примеру, сотые, и он будет чувствовать себя прекрасно и говорить, я зарабатываю, все отлично. Другому трейдеру десятое плечо, это будет его максимальный предел для его личных персональных подходов, возможностей. И в этом случае, только в этом случае он будет добиваться успеха. Третий трейдер, дайте ему хоть вообще отсутствие плечей, он не добьется успеха, поэтому просто не может справиться с какими-то элементарными базами заданий. Адрес на экране, адрес моей электронной почты. Нет, Роман, лучше мне пришлите запрос, я сделаю этот счет, сразу же поменяю, сделаю пароль инвестора, внесу в список, чтобы вас там можно было легко идентифицировать, находить и все остальное. Единственный момент, я буду рассматривать всех, кто начинает делать это задание. Будет, конечно, какой-то предел, больше я там не смогу с максимальной отдачей работать, можно только с каким-то определенным количеством торговых счетов. Это все упражнение базовое, оно не похоже на реальную торговлю, но наша задача или моя задача выявить ваши способности к анализу, к принятию торговых решений, к фиксации финансового результата, подсказать вам раз подсказать, два подсказать, три подсказать, когда уже там на пятый раз у вас в голове не укладывается, ну что, как я к вам буду относиться. То есть просто махну рукой на вас, думайте, делайте, работайте над своими ошибками самостоятельно. То есть если там после второго раза не получилось, парашютный, если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас. Вот такая ситуация по поводу тренировки. Давайте, какие еще, может какие-то еще есть вопросы незакрытые по части трейдинга. Задавайте, пишите их сюда в чат. Вот что интересно было бы рассмотреть на следующем клубном дне, это уже будет, наверное, а, это будет еще март, я просматриваю, есть ли новости. Про тейк профит больше стоп-лосса тоже вроде бы сказал. Так, про левый нижний угол посмотрел, про маркетмейкера, а, про фронтран это я даже рассказал, биржевой стакан. Про новости тоже вроде бы как мы пообсудили. Я просматриваю ленту новостей. Про скрипты могу сказать, сам активно скачиваю в терминале Mediatrader, ищу скрипты, которые интересны. То, что можно сделать, передать для улучшения. Вот какие улучшения я бы хотел видеть, я это делаю, заказываю. Все делается, конечно, не так быстро, как бы мне хотелось, но тем не менее скрипты, советники я активно использую. как найти свою тактику или методику торговли. Марина, для вас, наверное, можно ответить вопросом, наверное, на вопрос, как научиться плавать. надо залезть в воду, грести руками, ногами, пытаться не утонуть, практиковаться, и в конце концов вы найдете свои подходы. Вот когда я говорю о том, что становление трейдера происходит где-то на второй, там, третий год, я основываюсь на том, что вот вначале вы посмотрели какой-то семинар, к примеру, мой, или там, какого-то другого преподавателя, и он высказал вот свои подходы к трейдингу. Скажем, торгуйте так, вы начинаете пробовать и чувствуете, что у вас не получается. Вы смотрите другого преподавателя, читаете книги, пробуете, ведете записи, и в конце концов у вас вырабатывается свой собственный взгляд на рынок. Он может, в конце концов, совпать с моим, может совпать со взглядами, к примеру, другого трейдера, может быть у вас будет нечто третье, то есть у вас будет своя какая-то персональная, лично ваша торговая система и поэтому скажу только так. Если вы считаете, что вот вам система, я за 100 долларов вас научу торговать на рынке, могу сказать, что да, за 100 долларов может быть один освоил и это будет к нему подходить идеально. Другому трейдеру хоть 100 долларов, хоть 1000 он будет платить, 10 раз пройдет у этого преподавателя обучения, но не его это бесполезно, не получается у него это делать. Другие какие-то сильные стороны у трейдера есть и он должен их развивать. Вот на семинаре секреты тренировки трейдеров мы как раз там и рассматриваем и даже видно, что вот все трейдеры разные. Торгуют они в одно и то же время, видят одни и те же новости, то есть мы их даже как-то можем обсудить, что происходило вот в тот или иной момент, что делал трейдер, как он думал, и вот у каждого трейдера есть свои подходы. Один позиционно более торгует, другой краткосрочно, один любит кросс-курсы, другой любит прямые котировки, кто-то торгует доллар, кто-то вообще его не торгует. Поэтому вот именно так нужно искать свое, никуда от этого не деться. Тем не менее, вопрос вроде как мне нравится, он даже такой обширен для рассмотрения, а можно узнать, что вас привело в трейдинг, случайность, случайность, ну все это череда случайных событий. Начнем с того, что я женился, раз, второй момент, второй момент, я обанкротился в реальном секторе, в 98-м году, валютный кризис, я взял деньги в долларах, вернее в долларах, перевел в рубли, перевел их в товар, и в общем такая ситуация получилась, что я в 98-м году попал в такие огромнейшие долги, что вот просто не знал, чем заняться, даже вот год, год по-моему работал фактически охранником. В конце концов, вот жена там подсказала, есть там финансовые рынки, модные темы, я кстати, о финансовых рынках вообще ничего не знал, а там фондовый рынок, думал, что это что-то типа ЖЭК, это ЖЭК, какие-то фонды, какие-то фонды, наверное, что-то продавать надо, но тем не менее, пришел, то есть первый день, конечно, смотрел, как баран на новые ворота, все там говорят на непонятном птичьем языке, какие-то особые термины, медведи, быки, шорт, лонг, там еще что-то, стопы, в общем, я ничего не понимал абсолютно, ну и так тихонечко, думал вообще, помру и не узнаю, все настолько сложно, потом оказалось тихонечко-тихонечко, что все не так уж и сложно. Естественно, нужно найти человека, который в этом деле разбирается, имеет больше практики, он серьезно сэкономит вот эти ваши метания. Вообще, поиск своего пути очень похож на метание трейдера вот в потемках, то есть нужен какой-то человек, который просто сократит это время вашего входа в рынок, поэтому чем больше вопросов вы задаете, тем на них больше получите ответы. Поэтому вот так вот, как я нашел, вот так пришел совершенно случайно. Да, утонешь, домой можешь не возвращаться. Отработать точки входа очень важно. Джейхун уже, я с вами тут даже на 100% согласен. Точка входа это очень важная вещь. Она может быть безнадежной, где шансов нет. Вам, возможно, придется переделать всю вашу торговую систему, все ваши торговые тактики. Давайте Марина, ой, Ирина, Ирина, давайте вот сейчас как раз я вам покажу, что я имею в виду. Вот как отработать торговую тактику, какой-то будет материальчик в будущем. Но сейчас я хотел бы показать, давайте-ка покажу. сейчас я покажу. Марина, вот над чем можно работать, как найти свою тактику и методику торговли. Вы должны, я бы по крайней мере, вот если вы пришли бы, со мной, передо мной сидели бы, спросили бы, что делать, Владимир, я бы сказал так, Марина, вот придумайте какую-нибудь идею, какое-нибудь правило для того, чтобы вы могли входить в торговую позицию. То есть правило может быть абсолютно любое. Ну, к примеру, в 9 часов утра ровно вы покупаете или продаете. Это может быть результат технического анализа, астрологического прогноза или мнения какого-то человека. встали с левой ноги, открыли торговую позицию. Уловили, о чем я говорю. То есть выработайте любое абсолютно правило, абсолютно любое. Ну, вот в данном случае пусть будет это результат технического анализа. Потом совершаете торговую сделку, желательно ее записать. Вот Джейхун ведет хороший журнал, у него очень хороший дневник. Когда я его увидел, я сразу вспомнил, что у меня точно такой же дневник. бумажный, толстый, тетрадь огромная. И вот дальше обязательно записать причину входа в торговую позицию, у вас же есть правило. Потом зафиксировать результат по стоп-лоссу, по тейк-профиту и проанализировать. Давайте представим ситуацию, Марина, ой, Ирина, что у вас 10 сделок и все вот они вот такого типа. Все безнадежные абсолютно, никакого шанса заработать. Нет, правило ваше вроде бы не работает. Вы знаете, это очень хорошая подсказка к тому, что вы сделали 10 сделок и они все убыточные. Что нужно сделать? Поменять правило с минуса на плюс. То есть что-то вас заставляет совершать сделки, какие-то ситуации, нужно попробовать и сделать все наоборот. Вместо покупать, продавать, нужно продавать, покупать. Дальше посмотреть, будет ли приносить этот результат. Представим ситуацию в следующих 10 сделках. 7 сделок плюс, 3 сделки в минус. Вот это уже возможно, дает вам толчок, лучше узнать рынок, выработать эти правила и естественно работать, работать, работать. И вот так у вас как-то совершенно естественно появится ваша персональная тактика. Самое плохое, когда половина сделок плюс, половина сделок минус, все в разнобой, проанализировать вообще ничего нельзя, результаты абсолютно непредсказуемые, трейдер находится в безнадежной позиции, все, что заработал, теряет. Да, а, это тема. Как работать с новостями, принимать решения после анализа неэкономистов? Тема «Джейхун» я записал, записал, обязательно рассмотрим, давайте сделаем. Марина, а что значит, а вы рассказываете о своих предпочтениях? Смотря в чем мне так интересно. Ну, в любом случае нужен будет обязательно свой опыт, опыт, вот Гардиент Оля, надо прислушиваться к знающим и идти на ощупь и биться о камни. Нужно удариться 3-4 раза о камни, дальше увидеть, что на камни попадают большинство, что есть люди, которые уже научились обходить эти камни и сделать соответствующие выводы. Вот все, вот даже почему я устроился, могу сказать дальше продолжение той эпопеи, почему я, как я начал заниматься трейдингом, я занимался, занимался, ну, как уже сказал, в тот период, когда работал, вынужденно работал охранником, то есть, так как работаешь сутки через трое, я все остальное время проводил в дининговом центре, то есть, сидел, анализировал, вот искал вот эту торговую систему. Она у меня появилась реально, когда уже начал работать я в качестве брокера, то есть, меня просто заметили, просили заменить товарища, который ушел, а я как раз понял, что здесь, да, рынок колебется, на этом можно зарабатывать, то есть, задача только чисто техническая, найти свое место, свое место. У меня, кстати, путь был не в пример дольше, чем у всех вас, потому что спросить было не у кого, все вот только лбом, только своими ошибками, спросить было тоже почти не у кого, но нашел все-таки в итоге людей, которых был больший опыт, начали как-то совместно, я сейчас понимаю, тоже тогда люди мало что понимали в рынке, но все-таки лучше хоть какое-то знание, чем его полное отсутствие, а работая в брокерской компании, когда наблюдал, начал наблюдать за действиями других трейдеров, других клиентов, я увидел, что у меня, в принципе, те же самые глупые сделки, ошибки повторяются из раза в раз, и вот над ними я начал работать. Сначала очень сильно расстраивался, что вот у меня не получается, но потом тихонько-тихонько как-то само собой начало получаться. Поэтому биться о камне придется, но не надо биться десятый раз или что такое безумство сказал по-моему Минштейн, это делать какие-то одни и те же действия и надеяться на какой-то другой результат. То есть задача это исправлять свои присущие вам их всего пять я для себя отметил и у большинства трейдеров именно они встречаются. Отработать money management, управление капиталом это великая вещь, великая вещь, потому как можно гениальную торговую систему испоганить до стопроцентного убытка. То есть знать, что ты на этой системе, на гениальной торговой системе не заработаешь ни копейки денег. И самое интересное, что money management не может сделать убыточную торговую систему прибыльной. То есть убыточная система всегда будет и с money management, и без money management терять деньги. Управление капиталом это очень важная вещь. По поводу центового счета. Центового счета я к этому отношусь, Анатолий Ларичев, категорически негативно. Вот центовый счет, с моей точки зрения, он заставляет человека, да, как бы, отрабатываешь вроде бы как все в действии на реальном счете, но это такое серьезное замыливание и аналог даже не золотой клетки, а как-то вот даже не знаю, как пояснить. Когда трейдер попадает в круг, вроде бы он и тратит время, и зарабатывает, и все у него получается на центовом счете, вот там можно там проторчать вечно. Это вот некоторые трейдеры привыкают торговать на демо счете, и всю жизнь торгуют на демо счете, так на реальный счет, ни разу не перейдя. Демо счет нужен для отработки, а дальше уже, то есть как только все основные базовые умения наработаны, стабильность есть, все то же самое нужно перенести на реальный счет. Вот ацентовый счет это вот какая-то вот как жвачка, жуешь-жуешь, вроде бы сладко, но сытнее тебе от этого не становится. Поэтому ацентовый счет, личное мое мнение, то есть я не выражаю мнение компании, я говорю, это серьезная засада. В своей работе пользуйтесь фундаментальным анализом. Начинаю, могу сказать, именно с фундаментального анализа все торговые идеи выстраиваю на основе его. О методах торговли поговорим, это у нас даже были клубные дни. Василий, по вашему случаю комментарий, как говорится, с возрастом приходит мудрость, иногда возраст приходит один. Главное делать выводы из своих ошибок, посмотреть, что вас втягивает в эти ошибки, это может быть чисто ваше эмоциональные какие-то моменты, ну а в дальнейшем от этого нужно избавляться. Хорошо, когда вы находите ту проблему, которую нужно решить, это уже вполне решаемая задача, ее нужно решить и посмотреть, двигаться к следующей задаче. Вообще весь трейдинг лично для меня, как я поясняю, это система звеньев, которые соединяются в цепь. И обязательно у этой цепи есть самое слабое звено. Вот как бы вы не усиливали другие цепи, другие звенья, к примеру, money management, risk management, технический анализ, фундаментальный анализ, это все идет к черту, идет к лесу, лесом, потому что трейдер просто банально жадный, не берет прибыль. Зачем все остальное, если самое слабое звено, вот это банальная ситуация. Избавились от этой ситуации, у вас появится новое слабое звено. То есть в этом самом новом сильном звене уже проблема решена, появится новое слабое звено. Вы опять же находите это слабое звено, его тоже решаете. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вы постепенно свой трейдинг как цепь укрепляете и укрепляете в разных местах, и в конце концов у вас получается нормальная сильная работающая торговая система, как-то совершенно естественно вы разбираетесь в рынке, все спрашивают у вас совета, предлагают взять деньги в управление. Вот о чем бы я сегодня хотел рассказать. В принципе мы обсудили все темы, которые нам были интересны, я думаю. Вопросы ваши для рассмотрения на следующем семинаре, на следующем клубном дне я записал. Давайте рассмотрим. Объявлю в течение недели о чем будем говорить. На сегодня хотел бы попрощаться, погода замечательная, нужно выезжать куда-нибудь на природу, провожать, провожать уже, встречать весну, жарить там первые, вторые, у кого-то может быть третьи шашлыки. В общем, вот на этой ноте я бы хотел закончить наш семинар. На семинар клубный день. Удачи вам, большое спасибо за то, что вы не поленились, потратили немножко времени для рассмотрения. Клубный день также в субботу в 10 часов утра с семинарой, который я провожу, смотрите в расписании. по-моему, первый семинар на следующей неделе это будет основа управления капиталом в 11 часов во вторник. До свидания, всем всего хорошего, солнце светит, жизнь замечательна, наверное. Большое вам спасибо. До свидания, с вами был Владимир Тишко. Владимир Тишко.